Составлять гайды по дискографии Гучи Мэйна дело настолько неблагодарное и обреченное на провал, что выделить условную пятерку или десятку лучших даже как-то неудобно. В мире не так много людей, которые слышали абсолютно все релизы Мэйна, однако все-таки найдутся самые преданные и дотошные фанаты, которые поднимут автора любого топа на вилл за пропуск какого-то очень важного, по их мнению, микстейпа. Одним из самых известных фанатов Гучи Мэйна у нас в стране является Биг Бэби Тейп. У Егора даже есть второй псевдоним – Тейп Ла Флеер, где вторая часть – это оммаж на кличку Гучи Мэйна. Но почему от этого артистов все так фанатеют? Давайте попробуем разобраться. Приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобно оформление заказа и отзывчивая поддержка. Профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, ребят, есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Летом 2016 года СМИ про Гучи Мэй написали примерно так. Рэпер, чье настоящее имя Редрик Дэвис, он же заключенный номер 65566019, в документах Федеральной потенциальной системы, отбывает под домашним арестом последние месяцы своего трехлетнего наказания за владение огнестрельным оружием, человеком, имеющим судимость. Предполагаемая дата его полного освобождения – 20 сентября. Такой расклад позволит самому влиятельному рэперу последнего десятилетия начать работу по восстановлению своего места в хип-хопе с помощью нового альбома Everybody Looking, который выходит 22 июля. Пожалуй, ни у одного рэпера не было так много провалов, как у Гучи Мэйна. Полтора десятилетия взлетов и падений. Редрик Дэвис – один из самых плодовитых и почитаемых артистов, но в то же время один из наименее предсказуемых. Тень, которого он отбрасывает на Атланту – это главный центр инноваций в рэпе двухтысячных, и на остальной юг велика и обширна. Он выпустил около двух тысяч песен – своих собственных и вышедших на чужих лейблах. Прорывы 2009 года Гуччи обязан таким хитам, как «Wasted», «Безумно искаженному лимонейд», а также своим гостевым куплетом в треках «Мерайя Кэрри» и «Марио». Фирменной фишкой Гуччи является его флоу – оживленный и мелодичный, с легкими комедийными завитушками. Его строчки довольно запутаны, что неприемлемо для старомодных хип-хоп-артистов. Они делают неожиданные повороты, он любит зацепиться за какое-то одно звучание и крутить его до бесконечности. Кроме того, он практически инноватор. Часть первой волны рэперов, которые поняли, что постоянный выпуск микстейпов является столь же эффективным маркетинговым подходом, как и традиционная схема сингл-альбом. Также Гуччи – один из самых прозорливых скаутов рэп-талантов в стране, благодаря которому начали карьеру Вака Вака Флейм и Янг Так, а также катапультировались в широкую популярность битмейкеры Зайтовин и Драма Бой, а также Майк Уилл Мэйдет. С начала нулевых и на протяжении ранних десяток Гуччи Мэйн выпустил десятки микстейпов и пачку коммерчески успешных альбомов и даже сыграл роль в готично-неоновом фильме «Отвязные каникулы». Хармони Корин, режиссер фильма, сказал, что его давний друг – истинный артист, каким был свое время Фрэнк Синатра. Загадка, скил, влияние, чудаковатость – все это было и присутствуют в Гуччи Мэйне и до сих пор. Например, в 2011 он сделал на щеке тату с рожком мороженого, но каждый раз, когда рэпер должен был стать по-настоящему мировой звездой, судьба играла с ним злую шутку. Вот цитата его менеджера. «Каждый раз, когда все шло к тому, что сейчас он разорвет, Гуччи возвращается в тюрьму. С 2001 года Гуччи был арестован по крайней мере 10 раз по обвинениям в нападении, хранении веществ и оружия. В итоге он провел в тюрьме большую часть 2010-х». Вот цитата самого артиста. «Это трудно быть моим поклонником, трудно быть моим другом, братом, девушкой или партнером. Люди из-за меня натерпелись». Речь, конечно, о тюремных заключениях и веществах. Перед своим последним приговором 36-летний Гуччи рассказал, что никогда не был абсолютно трезв примерно 17 лет. Однажды рэпер ложился в рехаб, но это не помогло. Ближе к началу последнего срока в федеральной тюрьме строгого содержания он наконец решил, что пришло время перемен. В тюрьме Гуччи Мэйн погрузился в рутину. Он сосредоточился на молитве, зарядке и чтении, в частности, библии и книг по саморазвитию, авторства Тони Робинса и Дипака Чопра. Сегодня компетентно рассуждает о восстановлении и терапии. Вот еще одна его цитата. «Я сам себе врач, я изменился еще до освобождения. Люди видят результат того, как я начал мысли примерно с начала 2014-го. Он использовал тюремную музыкальную систему, чтобы быть в курсе новинок, а также для вдохновения. Ноу Флакин, Кодека Блэка был его любимым треком для тренировок, а еще рэпер из Флориды стал одним из первых, с кем посотрудничал Гуччи сразу после освобождения. Так впервые в жизни Гуччи сосредоточился на здоровье, сбросил несколько килограмм и превратил свое пузо в пресс. Его физическая трансформация получилась такой резкой, что после освобождения в интернете обсуждали не его музыку, а является ли новый Гуччи Мэйн клоном самого себя. Он и сам посмеялся над этим в клипе First Day Out of the Fats. Даже находясь в тюрьме, рэпер не пропадал из вида, выпустив еще пару десятков микстейпов, которые из неопубликованного материала скомпилировал его постоянный звукоинженер Шон Пэйн. По его собственным поченам, в тюрьме он заработал больше миллиона долларов, и это больше, чем было потрачено на адвокатов. На одном из лучших треков альбома Out Do Ya, Гуччи спрашивает своих коллег-рэперов, как получилось, что кто-то, сидя в тюрьме, преуспевает больше, чем они. Рэпер был переведен под домашний арест 26 мая 2016 года. Он называет это решение благословением. Гуччи избежал гораздо более серьезного наказания. Вот его слова. Я знал, что эти люди будут пытаться закрыть меня на лет 20-30. Это был поразительный момент в жизни, когда я был очень близок к окончанию карьеры, но смог этого избежать. Ведь какой смысл иметь все эти миллионы долларов и сидеть в тюрьме, не имея возможности ими наслаждаться? Когда Редрик был на пике славы в конце 2000-х и начале 10-х, он почти ничего не писал заранее, почти все выдавал фристайлом. Будучи под веществами. В тюрьме же рэперу пришлось вернуться к перу и бумаге. На верхнем этаже его дома в студии одна из стен увешана белыми и желтыми листками бумаги, на которых написаны сочиненные за решеткой тексты, которые он отправлял на хранение Кейши своей жене. Около половины песен из его посттюремного альбома были написаны в местах не столь отдаленных. Не случайно все напряжение в альбоме держит именно та тюремная половина песен. Другая половина включает в себя более легкие треки, написанные в первые дни свободы. Например, Pick Up The Pieces. С помощью продюсеров Mike Will Made It, Зайтовина и звукорежиссера Пэйна, альбом был записан всего лишь за шесть дней. Через час после выхода из тюрьмы Гуччи уже записывал вокал. Следующим утром его песни уже были на радио. Сегодня их знает не только Атланта, но и весь мир. Очевидно, что один из самых важных людей в жизни Гуччи была и остается его жена Кейша. Они встретились в 2010-м, когда артист попросил ее сняться у нее в клипе. Впервые он увидел ее фото в журнале XXL, когда сидел в тюрьме, и тогда же они начали встречаться. Вот его цитаты. Миссис Кайер сегодня почти 8 миллионов подписчиков в соцсетях и два бизнеса. Салон красоты и экипировка для фитнеса, в том числе пояса для удаления жира стали, которые они с мужем используют во время ежедневных утренних тренировок. Для нее новый Гуччи Мэйн — это тот человек, который исповедует любовь к своей второй половинке, который ест капусту, которую она приготовит, который улыбается и говорит со смешным акцентом, который поет РНБ-песни на камеру телефона. У пара, конечно, есть и дети, но интересно, что в треках своими детьми он называет не своих чат, а скорее рэперов, которые копируют его стиль. Еще в 16-м году Гуччи выпустил о них песню All My Children. В 2017 году Дэвис выпускает клип на сингл I Get The Back, который очень быстро становится популярным. В том же году исполнитель записывает трек с Селеной Гомес под названием «Фетиш». 25 января 2018 года выходит трек «Бум». За свою карьеру Гуччи успел выпустить около 90 релизов, не считая различных компиляций. И это всего лишь с периода 2005 года, когда его карьера стремительно началась большим хитом Айси. Подобным заслуженным списком может похвастаться далеко не каждый легендарный исполнитель, пробовавший на сцене почти всю свою жизнь. Другое дело, что в случае с Мэйном подобная продуктивность зачастую шла в ущерб качеству. С другой стороны, именно она превратила Гуччи в священное божество родной Атланты и заставила ассоциировать слово трэп именно с ним. Какие там Мэйса Ферги, провозглашенные себя трэп-лордами, когда у нас есть Гуччи Мэйн? Думаю, с таким утверждением согласятся многие. А на сегодня у нас все. Какой у вас любимый трэп Гуччи Мэйна? Напишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убиваю БПМ. Меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока.